Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на рассмотрении пистолет с очень звучным названием Bond модель 007 Во внешнем облике те кто знаком с короткоствольным оружием узнают модель от компании Walter пистолет PPK Это укороченная версия пистолета PP по лица и пистоли Разрабатывался Это пистолет в 1931 году А получил он такое название в сигнальной версии поскольку кто знаком с Бондиадой знает что это один из пистолетов Джеймса Бонда Даже в 35-летию Бондиады компания Walter выпустила специальную подарочную версию такого пистолета с позаводочным затвором рамкой и с перламутровыми щечками А сигнальную версию пистолета делала итальянская компания Чаппа или Кемар Которые входят в эту группу компаний Изготовлен пистолет из сплава замак Это цинковый сплав Поэтому пистолет хотя и компактный но довольно увесистый Весит практически столько же сколько боевой Если в описаниях можно встретить что сигнальная версия весит где-то 530 грамм то настоящий пистолет весит по-моему 568 грамм В комплекте в сигнальной версии пистолета идет вот такой кейс пластиковый Кроме того там имеется еще руководство на русском языке Такой вот шомпол-ершик Есть еще специальная шпилька которая предназначена для ускорения заряжания магазина но в принципе можно обходиться и без нее Для стрельбы используются строительные патроны хилти уже известный патрон на рынке сигнального оружия Вот такой патрончик именно с коричневой головкой поскольку в описании в руководстве обозначено что используются для стрельбы именно строительные хилти с коричневой головкой поскольку бывает еще другое цветовое обозначение А вот для оптимальной работы чтобы работал Автоматика полностью работала И с другой стороны, чтобы не изнашивались от более сильных патронов Запчасти пистолета Тоже используем хилти с коричневой головкой Для излечения магазина Нужно нажимать кнопку излечения магазина Он не подпружинен, поэтому просто нажимаем, вытаскиваем Сбережаем патроны Вмещает пистолет в 8 патронов Затем, когда вставляем Также нажимаем на кнопочку И до конца утасливаем в магазин Пистолет нажимаем подохранителем Он в принципе не блокирует курок или затвор А просто, когда нажимаем Рычаг подохранителя Опускается специальная шторка, которая просто не дает Бить курку по бойку Соответственно, перед выстрелом Двигаем вверх Видна красная точка Пистолет будет готов к стрельбе Как обычно, перед первым выстрелом Взводим затвор Отпускаем, он под действием Пружинен уходит вперед, досылает первый патрон Патронник взводит курок И пистолет готов к стрельбе Как и у настоящего пистолета Здесь ударно-спускового механизма Только одинарного действия То есть, самовзводом он не стреляет Но, в принципе, этого не надо Поскольку и так работает автоматика А просто так щелкать не рекомендуется Поэтому даже на упаковке написано В холостую без патронов не стрелять Если хотите что-то продемонстрировать в холостую То можно использовать, например, пустые гильзы Смерть в магазин Щелкать, взводить Таким образом проверять работу механизмов Попробуем теперь пострелять Отметим, что еще Там имеется отверстие на дольном стреле То есть, все газы уходят вперед Даже есть резьба Что, в принципе, возможно, наверное Установить какую-то марчинку Для стрельбы сигнальными ракетками Затворной задержки У этого пистолета нет Нет рычага, в принципе, и на боевом пистолете нет Тоже рычага затворной задержки Просто, когда боевой становится На затворную задержку Оттягивали раньше Затвор назад чуть-чуть Пускали и снова Затвор уходил вперед Здесь уже просто, когда кончаются патроны Идет просто холостой спуск И надо снова Вытаскивать в магазин Снаряжать Для следующей стрельбы